В одном из залов городской администрации накануне было оживлено в президиуме депутаты, в том числе и законодательного собрания, и представители Газпром Межрегион ГАЗ. В зале судебные приставы и около двух десятков крупных должников за теплоэнергию. Залож довольно-таки крупно, и мы сегодня собрались, чтобы найти пути решения, чтобы решить эти задачи. Это естественно население, это управляющие компании, это юридические лица. И естественно ситуация следующая, это модернизация самого сухого теплоэнерго. Мы наметили те пути решения, которые необходимы в ближайшее время, в стратегии и в ближайшем будущем. Всего же долг Сочи за энергоресурсы составляет 40% от общего долга края. 331 миллион долги населения и управляющих компаний. Всего же долг Сочи теплоэнерго перед поставщиком топлива более 700 миллионов рублей. Большая часть суммы задолженность жителей. Но бывает и такое, что все исправно платят управляющим компаниям, а вот до теплоэнерго деньги не доходят. Ситуация действительно кризисная. На сегодняшний день уже зима у нас за околицей стоит. И для того, чтобы войти в отопительный сезон, нужно провести профилактическую работу и подготовиться. И теплоэнергетики, в том числе и руководителям газовых компаний. Так как нет денежных средств, вы сами прекрасно понимаете, все мероприятия, которые были запланированы на разношение организации, они ставятся под сомнение. Если не проведут качественно, значит естественно и зимний отопительный сезон будет нас лихорадить. Нехватка средств действительно мешает модернизации Сочи теплоэнерго. Необходима реконструкция сетей и котельных. Проведению работ мешают долги. К населению сотрудники теплоэнерго обращались не раз, ходили по квартирам. На особо злостных неплатильщиков подавали в суд. Но судебное производство дело непростое, а деньги нужны уже сегодня. Казалось бы, проблема обсуждалась одна. Газ, плата за газ. Но она охватывает все системы жизнедеятельности нашей. И производственную сферу, и социальную сферу. Здесь и муниципальные учреждения, и конечно же население само. Должно быть все сбалансировано. Что такое рыночная экономика? Надо всем взаимно друг другу платить. В итоге было решено усилить работу с крупными должниками. До 10 октября предприятия и управляющие компании должны оплатить свои долги. В противном случае ими займутся компетентные органы. Сократят долг и муниципальные субсидии, которые получит теплоэнерго.